Сравчане Егор Суслов и Софья Тютина вошли в состав сборной команды России по авиамодельному спорту. Тренеры спортивной школы ИКАР Виктория Шалыгина и Эдуард Вешкин получили благодарности губернатора. На лыжной базе прошли областные соревнования, посвященные памяти члена сборной Нижегородской области Динары Гаджиевой. 19 лет назад Виктория Шалыгина пришла на работу в бассейн «Дельфин». За это время под ее руководством сотни маленьких сравчан сделали свои первые шаги в мир спорта. Многие из воспитанников Виктории Викторовны добились успеха на региональных и всероссийских соревнованиях, стали мастерами спорта. Сама тренер также неоднократно получала награду за свои достижения и работу, а в марте министр спорта вручил ей благодарность губернатора. Награда была неожиданностью, позвонили за четыре дня до награждения. Было как-то очень приятно на душе, что оценили мою работу на высоком уровне областном. Это было очень приятно. Главное – любить свою работу, считает тренер. Только так можно добиться успеха. Еще занимаясь в училище Олимпийского резерва в Волгограде, Виктория Шалыгина уже хотела стать тренером. Дельфин для нее – это не просто работа, это и хобби, и важная часть жизни. Под руководством Виктории Викторовны сейчас занимаются 96 ребят. Мы работаем для того, чтобы развить в этих ребятах силу, какую-то храбрость спортивную, чтобы он полюбил спорт не только плавание, но участвовал в других видах спорта, в школе. В совокупности всего мы развиваем детей. Уже с 12-13-летним детьми, нацеленными на высокие результаты, тренеры начинают усиленную работу. Цель – довести спортсмена до училища Олимпийского резерва и лучших московских спортивных школ. Мы должны спортсмена подтолкнуть к высшим достижениям. И если это моя жизнь, я понимаю, что в дальнейшем я буду радоваться за него в другой спортивной школе, что он добился высоких результатов. Я с легкостью расстаюсь и слежу за их выступлением и тренировочным процессом. Также в «Дельфине» занимаются с детьми с поражениями опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет тренирует ребят Эдуард Вешкин. Занятия с такими спортсменами требуют особого подхода и применения индивидуальных методик. Проблемы со здоровьем не мешают воспитанникам Эдуарда Петровича принимать участие в соревнованиях различного уровня и занимать призовые места. Буквально неделю назад мы выезжали на областные соревнования по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Приездило четверо детей. Приехали все в призах. Выполнили взрослые разряды. Вместе с Викторией Шалыгиной Эдуарду Вешкину вручили благодарность губернатора за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры. Авиамоделирование – вид спорта, где участники соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов, в управлении ими в полетах на скорость, дальность, продолжительность. Мы записываем наше объединение ребят, начиная с третьего класса. Они приходят сюда и начинают изготавливать летающие модели самолетов. Чем старше дети становятся, тем более сложные конструкции они изготавливают, сами их испытывают, участвуют со своими моделями в соревнованиях различного ранга, выполняют спортивные разряды по модельному спорту. Успешное выступление на первенстве России в Смоленске помогло Егору Суслову войти в состав всероссийской сборной. Юноша показал результат – 288 км в час, побил свой предыдущий рекорд. Физические усилия в основном никаких не прикладываешь, ты только управляешь этой моделью, но она, конечно, довольно сильно тянет, и это может быть единственной проблемой. Атак – это больше техническая задача, и на это влияет очень много факторов, как подаварный винт, двигатель. Владимир и Сергей Тютины – тренеры команд. А Софья Тютина, как дочка и внучка авиамодельных инженеров, уже в пять лет начала заниматься этим видом спорта. Девушка также вошла в состав сборной команды России в 2022 году. У меня модели скорости. На самом деле я три года летала на пилотажке, то есть это модель, на которой нужно показывать разные фигуры. Изготовление модели – долгий процесс, который может длиться даже больше года, поэтому терпение и целеустремленность сопровождает юных инженеров во время занятий авиамодельным спортом. Динара Гаджиева неоднократно занимала призовые места и побеждала на соревнованиях по лыжным гонкам. 9 августа прошлого года спортсменка во время тренировки на лыжероллерах упала и ударилась головой. На Динаре был шлем, но спасти ее не удалось. Областные соревнования этого года посвятили памяти члена сборной Нижегородской области. Мы хотим поблагодарить организаторов этих соревнований, директор школы Датьяна Константиновна и тренера Судова Николая Евгеньевича. Спасибо вам огромное, что помните, что всегда на связи с нами, что всегда подожди на интересах. С напутственным словом к участникам соревнования также обратился заместитель директора по делам молодежи и спорта Александр Михеев и пожелал юным спортсменам быстрых секунд и хороших результатов. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена в шести возрастных группах. Спортсмены приехали к нам из Нижнего Новгорода, ВЫКС, Первомайска, Павлова. Естественно, спортсмены города Сарова. Нижний Новгород представил несколько команд. Поэтому состав довольно-таки серьезный, солидный. И также в соревнованиях принимают участие члены сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. Лыжникам предстояло преодолеть дистанции 3, 5 и 10 километров. Первыми на старт вышли девушки 2006-2007 года рождения. Им предстояло пройти на лыжах 3 километра. На финише спортсменок ждали сладкие призы. Трасса немного тяжелая, но отработать ее полностью можно. Сезон прошел улыжник вполне хорошо. Не все соревнования были удачные, но нормально. Трасса очень хорошо подготовлена, заезд хороший, все очень на высоком уровне. Трасса была очень хорошая, ехали лыжи прекрасно, мне понравилось. Чуть перед стартом, ой, финишем чуть не упало. Это последнее масштабное соревнование в этом сезоне. Впереди городские состязания, первенство школы, спринт и закрытие сезона. Путь в художественную гимнастику для Ксении Кузнецовой определили родители. Спустя 10 лет свою спортивную карьеру девушка закончила из-за травмы. После этого она ушла в тренерскую деятельность и уже на протяжении трех лет работает в спортивной школе ИКАР. Ксения уверена, что художественная гимнастика помогает девочкам еще совсем юного возраста развивать красоту и изящность движений, гибкость и грацию. У нас есть определенные направления. То есть мы занимаемся хореографией, у нас есть танцевальные дорожки в упражнениях, что тоже развивает женственность. Мы с ними и танцуем, и в принципе с самого детства развиваем. Это те санка, и как многие говорят, что походка сразу видно. Это да, это присутствует и у всех девочек, которые занимаются долгое время. В художественной гимнастике все работает на красоту. Движения, предметы, спортивные элементы, красочные купальники. Окруженные тем самым детства, девочки вырабатывают в себе чувство прекрасного. За счет всего этого у девочек появляется чувство вкуса и в одежде, и во внешности. И, конечно, это подача себя в движениях, и как раз таки в жизни это тоже очень может пригодиться. Сейчас новые правила, и вводится как раз таки больше красоты, больше танцевальных каких-то движений. Екатерина Колганова пришла в художественную гимнастику достаточно поздно – 8 лет, потому что до этого занималась танцами. После окончания спортивной карьеры Екатерине посоветовали попробовать себя в работе с детьми. Сейчас, будучи тренером, Екатерина вырабатывает свой метод воспитательной работы. Она стремится быть для девочек не только строгим наставником, но и товарищем. Ведь девочка девочку всегда поймет, как никто другой. Хочется дружеских отношений, но и, конечно, чтобы не терялся авторитет тренера. Поэтому я стремлюсь к этому, к дружеским отношениям. Но на самом деле гимнастки, которые, например, у нас уже закончили, мы с ними встречаемся, некоторые у нас уже работают. Поэтому я считаю, это достижение как раз таки дружеских отношений. Одна из главных отличительных особенностей художественной гимнастики – это сочетание недюжинной выдержки, силы характера с женственностью, нежностью и легкостью. Конечно, юным спортсменкам это не дается легко, но, наверное, такая характеристика этого вида спорта как нельзя лучше отражает сущность прекрасной половины человечества. Я поздравляю всех девушек и женщин с Международным женским днем с 8 марта. Желаем вам в легкости, красоты, любви и гармонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова